Пока Марина пошла красить волосы, мы с Катей сейчас гуляем часа два, наверное, будем гулять. Поэтому вот так вот. Сейчас зайдем в зверюшек посмотрим. Катя, посмотрим зверюшек? Зверюшек посмотрим? Да, пошли. Вот так вот. Прохладно, холодно. Вот дня кому-то говорят до свидания. Завтраска прощай навсегда. Залеет сердечная рана. Завтра кто-то, вернувшись домой, Настанет в руинах свои города. Кто-то сорвется с высокого крана. Следи за собой, будь осторожен. Кушает голуби, видишь как голуби кушают? Ням-ням, голуби. Ого, Катя, ты так напугала их. Друзья, мы в общем опять в нашем любимом парке. Это здесь в центре. Голуби, мы все никак с ним не расстанемся, с ним парк. Да, голуби. Упал. Упал. Печенье вот кидала ты, упало печенье. Давай еще будем кормить. А, Мишка упал? Давай поднимем. Опа. Держи. Катя, держи. Покормишь голубей. Стой. Руку так подставь. Все, давай голубим. Кушайте, да, кушайте. Правильно, кушайте. Голуби, ням-ням. Видишь? Ну, такая сердечко еще появилась здесь в парке. Его здесь не было. Красиво сделали. Катя, давай тебя сфотографирую, Катюш. Давай. Давай. Все, сфотографируемся. Стой. На меня смотри на папу. Катя, смотри на папу, я тебя буду фотографировать. Чик-чик, чик-чик, чик-чик. Чик-чик. Все, сфотографирую. Птичка вылетела. Кто это? Кто это? Это машина такая. Короче, мы все машинки пробуем, да, Катя? Друзья, зашли в такой магазин. Не, не надо. Друзья, зашли в магазин. Тут выпечка, очень. Вот ежик такой, за рубль 81. Я взял пирожок с капустой, а Катя взял вот такой пончик с шоколадом за рубль. Друзья, в общем, сейчас попробуем пирожок с капустой. Вкусный. Короче, вот магазин пекарня называется. Здесь свеженькая, здесь и пицца из пирожки. Это не реклама, поверьте. Это просто я показываю, где я покупаю что-то. Очень классно. Катя, Катя пончик кушает. Покажи пончик свой. Мухи, пончик у тебя, Катя. Ну, класс, сейчас будем кушать, давай. Катя, один шоколад повыбирал, а пончик не ест. Катюш, ешь пончик? Или ты только шоколад ешь? Один шоколад ест, а пончик не ест. Да, это котик. Котик, да. Вот такие тапочки, Катя, не хочешь себе? Смотри, какие тапочки, Катя. Волосатые. Кубки. Мыши, тихо-тихо, только не разбей. Не разбей мышку, да. Катя, с хомячками здесь. Кролик такой декоративный. Катя, да. Домой. Домой, да. Маринка после пришла, уже после покраски. Короче, класс вообще вид у тебя, Марин. С челочкой совсем. Нормально. Сколько эта процедура стоит, Марин? Ну, стрижка, она мне подстригла концы, подстригла челку и покрасила. В общем, я заплатила 39 рублей. Ага, ну нормально. Ну, красит меня в один тон, а не милирование. Все, обошел от тихо-смотр. Теперь надо будет наклеечку повесить. 2019. Привет, Настя. Привет. Заходи. Мы там вкуснятины купили всякое. Привет, друзья. С вами канал Бродяга-Режиссер. Смотрите, туман. Везде. Тут, короче, пятачок такой. Нужно будет сейчас его обойти металлоискателем, посмотреть. Вот какие-то находки найдем. Я так понимаю, здесь мусорка была раньше. Сразу сигнальчик. Посмотрим, что у нас. Вот что-то появилось. Ну, вот такая металлическая штука. Смотрите. Это, походу, однократ или чего-то. Ну, тяжелая. Вот, насквозная тут отверстие такое. Ребята, вот эта вот находочка. Смотрите. Интересно, монеты есть. Я нахожусь вот в такой вот ямке. Видно, что, наверное, здесь либо мусор разгребали. В общем, нашел такую вот металлическую, тяжеленькую штуку. Наверное, от трактора. Сейчас тут еще крупный металл. Вот он. Как видите. И он очень крупный. Сейчас будем копать. Посмотрим, что это. А это у нас, друзья, диск. С подружесовой машины. Сейчас уже почти выкопали его. Тяжеленький. Друзья, здесь рядом поле. И тут у Ози поля рядом идет вот такой вот склад запчастей. Видно, трактора. Ремонтировались. Сбрасывалось здесь все. Полты какие-то вот тут. Что тут вот поршня. Вот шестеренка. Такая вот. Короче, копаю еще. Тут еще его много. Сброс, видать, был. Вот такой еще выпал у меня. Я так понимаю, это ключик, наверное, был для тракторов. А может, и не ключик. Ну, я не ключ. Тут какие-то отверстия есть еще. В общем, что-то было. Мешочек уже вот такой есть. Килограмм 30-40. Потому что я его не подниму. И там еще тоже у меня есть остальное железо. Еще он настолько. Ну, килограмм, наверное, 100 за 2 часа. Ребят, ну вы не обижайтесь. У меня иногда бывает в комментариях, ну вот просто поражает. Вот как бы такие ответы или что-то еще. По поводу культурного слоя. По поводу разрушаю грибницу какую-то. Ну, ребят, ну вы, вот честно, ну я извиняюсь, вы вот в своем уме, ну правда. Я наоборот очищаю землю от этого всего мусора, понимаете, чтобы земля нормально все была. А вы, говорите, из какой-то грибницы. Посмотрите, какая грибница. Посмотрите, сколько мусора. Ну вот, смотрите, сколько мусора. А вы мне какой-то грибницы говорите? Какая может быть грибница? О чем вы говорите? Я что, всю землю перекапываю здесь? Я не понимаю этого, честно. Смотрите, какая часть от плуга еще свеженькая, в краске. Куда-то оторвалась, наверное. Или на изгиб пошла, вот. Ну, такая свеженькая. Какая-то надпись, наверное, есть. Это заводской, наверное, номер. Какой-то H03-03-206. Что-то такое. Ну что, зачет. Прямо вот Озиполе. Вот поле и сразу с края вот Озиполе. Как вот бывают находки такие вот. Прикольно. О, какой шлем прикольный. Советский. На мотыках гоняли раньше. На таких шлемах. Круто. Смотрите, друзья, как металл копают. Не лопатами, а уже экскаваторами копают. А вы мне рассказывайте за какую-то грибницу. Грибница, блин. Вон, здесь труба идет. Это какая-то, не знаю, и казарма уже. Все, ей хана уже, она вся завалилась. И вот смотрите. И вон еще труба. Сейчас опущусь ниже. Я сто процентов уверен, что за этой трубой они обратно приедут. Смотрите. Смотрите. Вот она, эта труба. Толстенная какая. Вот они выкопали эту трубу. Это, походу, был сливый там. То же самое. И за этой трубой приедут. Так что, вот так вот, как надо копать. Бульдозерами, тракторами, экскаваторами. А не этой лопаткой, как вы говорите. Ну, вот столько, в общем, накопал. Здесь больше 100 килограмм. 120, может, 150. В общем, сейчас буду выгружать это все. Мешок слаживает, а мешок еще лежит. Это, наверное, трак у нас попался. Да, тяжелый. Смотрите, друзья. Какой трак у нас. Ох, ё. Вот это тяжелый. Тяжеленный. Что-то большое, походу. Да. Глубоко сидит. Неужели еще один трак? Под корнем сидит. Да, трак. Походу. Неужели. а не какая-то железка вот такая увесистая тяжелая отнесем все там где мы складываем такую вот железку это все наверно от одного трактора смотрите ямки мы закапываем и обязательно я вас прошу друзья тем кто занимается хобби как коп будьте добры закапывайте ямки после себя тут дорога усеяна одним металлом это фольга была видите бывают попадаются и пробки и фольга на м24030 хотя даже дискриминация стоит на 11 часов чувствительность на два часа поэтому попадаются и пробки и фольга и все остальное ну я честно рад этим прибором я уже его окупил тут какая-то видать наверное старая дорога пойдем в одном направлении пойдем в другом направлении честно иногда бывает удивляюсь о том что приезжаешь на какое-то место да а там уже давным-давно копано вот как такое может быть тут просто иногда будет в самом далеком лесу и уже ямка на ямке эти ямки никто не зарывает видно где кто копал давайте над лесом пройдем тут поэтому так вот друзья уже немного потемнело что-то сейчас где-то часов пол пятого темнеет быстро ну а я пусть и ночной так решил на часика два пройтись металлоискателем ну уже накопал тоже прилично это просто как вы понимаете это фарт найдете не найдете но так вот прогулка свежим воздухом тоже хорошо вы думаете наверно легко вот так вот копать металл доставать либо как я на видео показываю нет это нелегко бывает занимает по пять часов по пять часов а ничего толком не находишь а бывает как бы наткнешься на какую-то жилу вот туда и начинаешь копать хороший звук копаем проверяем наткнулся на металл вот эта съемка в реальном времени все смотрите что у нас выпало о вот такая вот цепь вот съемка в реальном времени пожалуйста здесь друзья вот такая вот цепь у нас выпало тоже килограмма полтора где-то сейчас еще пройдем вот называется реальный коп и за собой ямочку эту всю зарываем обязательно как будто здесь ничего не было вон цепь у нас есть видите спачка сигарет под пачки сигарет сигналит фольга очень тяжело ходить с металлоискателем на замусоренном какой-то территории замусоренной это очень проблематично я думаю этот коп уже наверняка будет последним как бы я буду копать но уже на видео снимать не буду потому что уже скоро морозы снег уже некогда будет не то что никогда не будет возможности даже выйти с ним так хороший сигнал видели да как я шел сигналов не было тут хороший сигнал появился ну вот такая металлическая часть видите да зарываем и так по чуть-чуть по чуть-чуть хвоздик к хвоздику грамм к грамму а там уже и килограмм и все на обратном пути заберем ее так и получается черный лом так давайте чуть по лесу пройдем тут навряд ли наверно какой-то как искусственный такой холм идет тоже он завораживает своей территорией тут навряд ли он еще не будет это просто друзья фортуна главное если вы ходите занимаетесь копом не так сильно спешить и не надеяться на какую-то кладу какой-то еще чего-то каждая вещь выкопанная радует вот смотрите уже кто-то копал пожалуйста так что такая прогулка с бродягой сейчас еще я знаю где там трак один лежит надо будет проехаться туда ну я думаю возвращаемся что мы далековато отошли от места нашего возвращаемся в обратном направлении по той же дороге и обратно собираем же наш выкопанный металл вот видите ничего нет ни одного сигнала и так вот бывает проходишь целый день ни одного сигнала поп где он потерял что-то что-то большое копаем я уже уперся в него что-то такое громоздкое ну-ка проверяем пробка нет это глубоко сидит тут корень намешает не знаю под корнем получится у нас что-то выкопать навряд ли это рельс было еще и такое деревяшка тут под ней металл а тут под ней да друзья металл как его достать а какая-то плашка металл и она прям под корнем и металл такой крупный а это друзья у нас что это такое непонятно что тоже что металлическая а цепь цепь как видите только она уже вся грунтом забилась берем закапываем вот такая съемка в реальном времени берем с собой потому что мы идем обратно пути вот ноль эмоций пожалуйста сигнал слабоватый но сигнал опять корень а проверяем все под корнем глубок глубок находится что-то есть да есть что-то незначительное опять цепь кусок цепи это видать старая реально цепь я так целую цепь соберу вот так вот находится металл так они тяжелые так они тяжелые так пошли дальше железку которую мы копали мы ее забираем так приходится тягать с собой вот такие вот мелкие части потому что иначе по другому никак тихо сигнал проверяем проверяем наверно пробка ну да как я говорил пробка советская вот так вот пробки копаем вот такое бывает теперь обратно этот металл собирать вот из одной пробки потерял время и свой труд выкопал ее опять вложим металл вроде как хороший сигнал вроде как хороший сигнал ну вот смотрите консервная банка банка ааааа О!!! Ох! Сигнал хороший. Копаем. Да, какой-то металл хороший. Чувствую лопаты. Что это такое? Ложка? Ложка металлическая, но она тяжелая. Как вы скажете, что это такое? Кто в тракторах разбирается вот такого плана? Я не знаю. Так, что-то мне уже тяжело этот металл нести. Все понемногу и понемногу. Наверное, я все-таки на машине заеду за этим металлом. Уже я его реально не донесу. Вот на обычной дороге. Ключики какие-то. Цепи. Цепи. Цепи и кольца. Целься. Стреляй мою. Ничего нет. У-у-у-у-у. назад копаем сигнал вроде так ничего проверяем это не пробка походу уже пробка глубоко закопана не может на крупный металл лопата чувствует не такой он крупный что это у нас я не знаю может не о том я подумал что это может быть сюда страшновато в руках держится друзья что это может быть а какая-то гирька наверное вот ушка а похоже как на мину блин вот ушка какая-то гирька тут бетон какой-то залит я уже даже сейчас значит штаны не наложил думал мина блин в руках держу хороший сигнал большой уго 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 ребята что я выкопал смотрите какое огромное реально огромное посмотрим рак наверно да они похожи на трак на цепи какой-то фигня давать я выкопал уже не неудобно ребят снимать вот друзья какая цепь смотрите это очень продолжение той цепи вот такая вот цепь наткнулся так наткнулся нашел эту цепь основную круче уже темнеет надо уже домой собираться большой металл вот он почувствовал вот такая металлическая запчасть техники проверяем по ходу наверно так понимаю никто не был поэтому здесь и металл вот и вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Только не говорите, что это такое Но она уже как гильза идет Это, я не знаю, что это такое Ну догадываюсь Разорванный уже Снаряд Друзья, вот столько металла за 3 часа поиск Ну килограмм, наверное, 70-80 Где-то так С основной цепи Вот такой вот плуг В общем, вот так За 3 часа поиск Я считаю, нормально